Всем привет! Вы знаете, какое самое любимое мое мясо? Говядина. Наверняка многие из вас любят говядину, потому что у нее особый вкус, такой немножко сливочный. Если вдруг вы добавляете небольшое количество молока к супу говяжьему или к какому-то блюду тушеной говядине, то у вас акцент становится ярче. Ну, я, короче, не про это. Я сегодня про говядину, но не про молоко. Какая моя самая любимая часть в корове? Это голяшка. Голяшка. Я не раз говорил о том, что это вообще мега крутое убойное мясо, потому что здесь куча волокон. Понимаете? Куча жилок. Куча, куча, куча жилок. Кто-то варит из голяшки холодец. Да, можно сварить из голяшки холодец, но я чаще всего беру небольшое количество мяты, 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 говорю, мясо, и добавляю копыта. Там много желатина, а когда много мяса в холодце, я, например, не очень люблю. Я люблю, чтобы там было больше жилок и желатина, а мяса было совсем немного. Итак, у меня здесь, значит, голяшка. Я попросил на рынке, чтобы мне ее сняли с кости. Тут, не соврать, два килограмма с лишним. Голяшки, это голяха от большой коровы. И, соответственно, я такой думаю, а почему бы мне ее не затушить с вином? Блюдо совершенно простейшее. А вы любите простые блюда, потому что как только начинают делать какую-нибудь заморочку, вы начинаете сразу возмущаться. Мол, типа, ой, чего мне идти в магазин, а где мне это заказывать и так далее. Давайте сегодня упростим все до самого-самого-самого. Вообще, проще не бывает. Итак, значит, если вдруг мясник или вы, когда снимали мясо с кости, зацепили костяные полосочки, ну, бывает такое, знаете, ножом поддеваешь, они твердые. Вот, смотрите. Слышите звук какой? Твердая. Она хоть и вроде эластичная, но это часть кости. Вот это надо все убрать. То есть вообще, три раза прощупать, нет ли каких-то твердых оснований на мясе, которые вы купили. Галяшка содержит большое количество жилок, я уже сказал. Жилки это что? Это у нас коллаген. Это желатин, который, во-первых, в азиатской кухне, ну, в частности, в китайской, является ключевым таким элементом. Вот, например, в России принято больных кормить куриным бульоном. Ну, больных, я имею в виду, вот говорят, когда тебе не здоровится, там, ты лежишь, еще что-то. В больнице все привозят куриный бульончик. Поешь куриного бульончика, сыночек. А в курином бульончике нет ничего. Даже если вы целиком курицу выварите до самого мертвяка, там толку-то от нее вообще никакого практически нет. Погоди, антибиотики. Антибиотики помогают нам жить и делать нашу жизнь прекраснее. Съели куриный бульон, выздоровели от простуды. Да, может такое быть. Так вот, китайцы считают, что для того, чтобы восстановить силы больного человека, ему нужно огромное количество коллагена. Вот этого строительного материала, который является строительным материалом для суставов, для сухожилий, вот это вот все. Когда вы напрягаете, здесь же у нас все мышцы крепятся каким-либо образом. Потом, что у нас покрывает? Хрящевые оболочки, суставы, плечевые, даже вены и... Вот мечта наркомана, видите, какая. Чуть-чуть пережимаешь, такая пум-пум-пум-пум. У меня даже не перетягивают, кровь берут. Все это является строительным материалом. Коллаген является строительным материалом для стенок сосудов, для мышц и так далее. Поэтому вот эта штука гораздо полезнее, чем сваренная целиком курица для больного человека. Наверняка там сейчас найдется у меня количество, определенное количество медиков, людей, нутрициологов и так далее. Пишите комменты, я с удовольствием читаю комменты адекватные. Когда вы пишите, типа, я считаю, что так, 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 вот и потому, что потому. Блин, я всегда за то, что я же не энциклопедия. Я сам увлеченно читаю, эту информацию беру из книг, из источников различных и вам передаю. Понятно, что где-то что-то могло там произойти, где-то кто-то ошибся или вдруг на сегодняшний день что-то поменялось в мире, медицина шагнула вперед и, ну, вы у меня поняли, короче. Пишите комменты, если вдруг где-то что-то я ошибаюсь. Я не против подискутировать и с удовольствием выслушаю ваши все адекватные мнения. Но китайцам я верю, потому что их почти 3 миллиарда. Не, чуть больше 2 миллиарда, да? Не знаю. Не, там индусов уже 2 миллиарда. Индусов миллион, миллиард 300. Не, миллиард 800. А, да? Я тут специально. Я, конечно, не доверяю Википедии в полной мере, но Википедия говорит, что почти 2 миллиарда, а китайцев чуть больше 2 миллиардов. Ну, то есть индусы догоняют там. Ну, не суть. В общем, смотрите, что я делаю. Я снимаю вот эту вот пленку. Но ни в коем случае я ее выбрасывать не буду. Я ее буду тушить и варить вместе со всем остальным. Просто я хочу, чтобы она была отдельно. Чаще всего люди, да и мои друзья тоже, когда приходят и, например, встречают эту пленку на мясе, они такие говорят, о, блин, а что ты пленку не снял туда-сюда. Слушайте, она вкусная, но некоторые люди прям ее любят. Она вытушивается, становится такой холодечек, вообще зачетный. Поэтому отварите ее. Здесь нету никакой грязи. Это прям, это тоже такой же чистый желатин, как и все остальные, например, вот эти вот соединительные ткани. Ну, вот тут жилка, блин, она такая жесткая. Но при всем этом она вкусная, когда разваривается. Вот кто любит этот холодец, вообще я прям аж помню, как мама наварит холодца. И потом, сыночек, давай-ка бегом с косточки обсасывать. Косточки обсасывать после холодца, это прям некая культурологическая особенность русского человека. Может быть и не русского тоже, но я за рубежом мало жил. Так вот плотно, чтобы общаться с национальными, так сказать, героями или жителями определенных наций. Наверняка тоже любят в других странах обсасывать косточки после холодца. Но для русского человека это вообще особая, так сказать, привилегия какая-то. Хотя у меня вот есть один товарищ, Алексей Валерич, мой старинный, престаринный друг. Вот он почему-то всегда говорил, я не, ты вот сам обсасывай крылышки, там эти косточки. Дай мне, пожалуйста, филе чистое. То есть вот он любитель филе чистейшего. Но я не знаю, как сейчас в регионах, потому что последний раз я был в Ростове осенью прошлого года. Я покупал голяшку по 350 рублей килограмм. В регионах рынки, ну, например, в Сочи, там один рынок. Там крути, не крути, надо со всеми договариваться. И причем я так помню историю, когда у меня был ужин в Сочи один. И у меня, значит, я делал черемуховый пирог. Ну, такой по мотивам сибирских своих, так сказать, сибирского детства своего. Черемуховый пирог со сметаной. И мне нужно было, это было дегустационное сет-меню, там, из шести подач. И мне на десерт нужно было сделать маленький кусочек. Вот такой маленький кусочек. Ну, чтобы человеку не полноценную порцию даешь с эти же, а вот такие вот маленькие кусочки. И он квадратиком должен быть вырезан. Там слои сметаны. Сверху должна была быть черешня. Я привык в Москве, что здесь сервис. Ты прибегаешь на рынок и говоришь, чувак, там, я... У меня ужин сегодня, там, я шеф-повар. Мне нужно выбрать, вот, черешню по одной штучке, чтобы поставить на каждый кусочек гостю. Соответственно, ты мне даешь классный товар, а я твой клиент. И еще и присылаю к тебе своих друзей. Ну, то есть, дашь на дашь. Он такой, окей, братан, нет проблем, выбирай. Так, я вот сюда бросаю все жилки снизу. Чтобы там вдруг, если что-то будет подгорать, или мало ли что. Чтобы они препятствовали, так сказать. Теперь режу мясо кусками. Крупными кусками. Так бы я сделал в Москве. В Сочи. Я прибегаю такой, заполошный. К тетушке какой-то. И говорю ей, у меня ужин. Мне нужна отборная черешня. Вот такими крупными кусками. Ну вот. Как с полладошки, не знаю что ли. Я говорю, у меня ужин. Мне нужна отборная черешня. Огонь. Сейчас я быстренько себе накидаю. Мне там нужно всего лишь 20 штук. И начинаю выбирать. Взял, вот прям, это... Она не успела одуматься. Я такой взял эту самую. И начинаю выбирать такую черешню. Проходит, наверное, вот две минуты. Я уже набрал почти себе всех черешин. Как эта тетка такая встает и говорит. Эй, ты посмотри, чего он затеял здесь. И громко орет на весь рынок. Я ребенку своему не выбираю. Бери, что дают. Или иди отсюда. Прикинь. А я уже набрал. Я уже последний такой. Я понимаю, что палево. Я быстро такой поставил. На весы. Раз ей денежку посчитал. Спасибо большое. И бежать. Я навдогонку. Больше ко мне не приходи. Выбирать он будет. Я своему ребенку не выбираю. Что есть, то мы кушаем. Я не ожидал, что на рынке может быть такое хамство. Вот это, наверное, единственное место, где я столкнулся с такой штукой. Сочи. А там нет вариантов. Ну, то есть ты пришел. Вот у тебя один рынок. Там 10 торговок. Так и другие тетки такие. Ох, какой наглый. Давай орать. Ну, то есть тут главное вовремя. Может быть эффект неожиданности иногда и нужен. Вот. Это, по-моему, вообще самый должен быть драгоценный кусок в говядине. Потому что он самый лучший. Когда вот эти жилки вот здесь вот разварятся, это будет просто бомба. Это будет все как холодец. Вот так вот у вас на губах таять. Это вот мое любимое вообще мясо. Значит, почему крупные куски? Можно сделать как гуляш. Но, вы знаете, например, если вы для своего супруга это приготовили, блин, ну это нормально. Когда у вас в тарелке лежит 3-4 куска вот таких вот, ну это понятно, что это еда. Они там финтифлюшечки разные. И когда в крупном куске мясо тушится, оно, как бы вам сказать, оно такое сочнее. Там сок концентрируется внутри. Вот, ну, гуляш и бифстроганов вы делаете мелкой нарезку. А когда вы тушите мясо и потом в кастрюле его храните, вот лучше крупными кусками. Надо немножко муки. Ну, вот, знаете, постольку-поскольку, чтобы она немножко там и соус, сок привязала, который будет выделять мясо. И потом сделала весь, значит, финальный там овощной гарнир таким более вязким, что ли. Здесь я не знаю, у меня, дай бог, ложка остатки были от прошлых блюд. Жаркое так, значит, в русской кухне делали. Обязательно нужно обсыпать мукой. Я-то думаю, что это на какое-то французское влияние. Не потому, что биф бугеньон делают таким образом, а потому, что так вот французы придумали, что мука цепляет соус. Цепляет сок, который выделяется при обжаривании, там, при тушении мяса. В общем, небольшое количество муки даст нам возможность сделать блюдо, как бы так сказать, насыщеннее, вкуснее. Маленький тазик. Ну и фиг с ним, маленький-маленький. Будет большой у вас. Так и прекрасно. Делайте большой. Так, теперь все обжарить нужно быстро. Зачем я обжариваю мясо, скажете вы. Это все реакция Майяра. Это все вкус. Это все для того, чтобы ваше блюдо стало вкуснее. Всегда обжаривайте мясо перед закладкой в тушение. Именно поэтому и большие куски тоже удобнее обжаривать. Да, и все одним слоем. За два-три раза, если вы большое количество готовите, не складывайте все. Иначе у вас холодное мясо крадет температуру у сковороды. Она его не жарит, она его варить начинает. Сок выходит и так далее. Все это ужасно. Лавровый листик. В кастрюльку парочку отправляем. В этой коробке у меня хранится лавровый лист из геленджика. Вот что у нас получается. Смотрите, видите, корочка. Мука как бы делает корку прям аж такую, знаете, сухую. На мозг похоже такой. На грязной доске режу лук. Она из-под мяса. Пренебрегая всеми нормами, приличия среди российских граждан, которые знают Санпин лучше, чем я, режу крупно, полукольцами. Все, мясо слегка обжарилось. Перекладываю вот сюда. На сковороду отправляю оставшуюся половину. А в кастрюлю крупной соли, ну, на глаз, друзья, на глаз. Немного зиры. Я люблю мелкая узбекская зира. Все, вот так надо ее пальцами промять. Все, сыплю сюда. Сухой розмарин. Щепотку небольшую. Это все первый слой. И небольшое количество тимьяна. Тимьян, чабрец, там, как вы его назовите, как угодно. Чабер. Кто-то наверняка напишет, что разные. Да, они немного разные. В зависимости от места произрастания. Конечно, там, в Красноярске есть полевой чабрец, который совершенно отличается от чабреца горного. Который отличается по вкусу от чабера. Потому что чабер, хоть это и однородное растение, но произрастает совершенно в другом климате, в другой почве. Так же, как и, значит, я этим летом был на Байкале. На Байкале я собирал байкальский чабрец. Там ветра, там пустоша. Он на камнях растет. Он вообще другой. Я его использую в чай. Да, немножко чили перца я еще добавляю. Ну, для пикантности. Вот, видите, корка какая. Прямо она как стеклянная какая-то. Это вот мука дает такой эффект. Ну, плюс активный огонь. То есть на самом максимальном огне. И сковорода у меня стальная, которая так фигачит вообще, мама не горюй. Лука должно быть много. Прям не стесняйтесь. Четыре огромные головки. На два килограмма мяса. Я думаю, что может даже и больше можно взять. Второй слой мяса, которое жарилось у нас вот тут. Выкладываем сверху. И у меня получилась почти полная кастрюля вкуснейшего мясного галяшечного тушеного блюда. Только полуфабрикат, но скоро все изменится. По второму кругу все специи сыпем сверху. Специи нагреваются от мяса. Такой аромат. Ой, прям классный. Специи по своему усмотрению. Кто не любит зиру, значит, не добавляют. Кто добавляет, например, говядина, мясо такое, знаете, холодное. Даже тибетцы называют его холодным мясом и рекомендуют его готовить летом. Но мы-то русские люди. Мы-то всегда любим говядину. А баранина, наоборот, теплое мясо, которое согревает организм. А говядина охлаждает организм. Поэтому и специи здесь. Вот если к свинине, например, она сама такая, знаете, жирная. И вот этот аромат свинины, оно такое какое-то теплое. То говядина холодная. Сюда не надо ни мускатного ореха. С кориандром очень аккуратно. А вот розмарин подходит к ней вообще идеально. Ну, зира, если мы вспомним самсу, где идет у нас только говядина и большое количество лука. И одна специя зира. Да, вот вкус самсы, кто знает. То же самое здесь. Только я еще тимьян чуть-чуть добавил и чили перца. Соли не забываем. Ну, чили перец не дает нам никакого аромата. Он дает нам пикантный вкус. Сковорода, в которой жарилось мясо, мы ее не моем, ничего с ней не делаем. Небольшое количество масла. Потому что здесь весь вкус от мяса. И лук нужно обжаривать именно на ней. Начнем с этого количества. Да, если кто вдруг забыл или не использует этот лайфхак, под доску кладите салфетку. Или мокрую тонкую тряпку. Или можете салфетку. Я вот не смачиваю. У меня здесь, потому что резинки и салфетка еще тормозит. Да, доска довольно хорошо стоит. Но если у вас вдруг катается доска, не забывайте об этом. Подкладывайте салфетку. Это не так дорого. Зато, знаете, она будет покрепче лежать у вас и безопасности больше, так сказать. Лук, вернее, чеснок. У меня, знаете, такой... Молодой, не знаю, кто его выращивает. Я его сюда отправляю в свежем виде. В свежем вкуснее. Только лук слегка обжарился. Не надо его сжарить до утра. У меня есть вот столько красного вина в бутылке. Ну, наверное, 250 миллилитров, чуть больше стакана. У меня нет цели залить все это вином и тушить в вине. У меня есть задача. Лук очень сладкий. А я хочу, чтобы там присутствовала кислинка. И вино дает вот этот какой-то ферментированный кисловатый привкус, который очень хорош с луком. Черный перец. Соли можно добавить еще немножко в лук, потому что лук у нас не солен. Все, нам нужно, чтобы вино, ну, почти все выпарилось. Может быть, не все, не полностью, но большая часть. Можно, смотрите, оставить серединку, смотреть, наблюдать, что там у нас с вином происходит. Как только его останется на дне, вот прям совсем немножко-немножко, все, тогда можно будет накрывать мясо. Оно моментально выпаривается. Я говорю, стальная сковорода огонь. Нагревается очень сильно, она не классно жарит стейки. Пора отправлять. Этим луком, полувареным, полусырым, хрустящим, я закрываю мясо вот так, шапкой. И я один кусочек оставил для красоты. Кладу его в центр, вот так. Смотрите, когда я обжарил мясо, нагрел его на сковороде, потом переложил сюда, потом следующий слой. Мясо теплое, ну, вот кастрюля, она горячая, рука терпит, но градусов, наверное, 50. Из мяса помаленьку выходит сок, снизу есть уже жидкость. Чуть-чуть вина стекло вниз. Внизу есть жидкость. Я больше не буду заливать. Я ставлю на огонь, нагреваю кастрюлю, слушаю, как там начнутся процессы. Что-то начнёт шкварчать, там жарится, кипеть этот сок, пар начинает идти. И подготовил за это время духовку. У меня стоит на 230, ну, потому что у меня как бы crazy. 190-200 ставим. Вверх-вниз у меня здесь гриль. Слышите, начинает кипение. Сильнее, сильнее. Как паровоз набирает ход. То есть нам нужно, чтобы кастрюля нагрелась, дать ей, так сказать, стартовый пинок. Теперь я всё закрываю фольгой. И отправляю всё это в духовку. Не забываем про говядину на 3 часа. Не жмитесь, не экономьте время. Во-первых, она у вас стоит там и стоит. Вы даже можете поставить её на ночь, если у вас есть таймер. Пусть она 3 часа как бы отстреляется, и потом это всё на остывающее. Потому что эффект русской печи. То есть сначала мы её хорошенечко разогреваем, кастрюлю, как в русской печи, после растопки. Температура высокая. Вы горшки туда ставите. Высокая температура нагревает, доводит почти до кипения. А за это время печь начинает остывать. Температура падает. И у вас происходит длительное томление. На ночь ставят, с утра достают горшки, а там и каша, и щи, и всё такое. Здесь у нас температура не остывающая, стабильная, там 190 градусов. Но мы разогрели её на газу. Отправили туда. И 3 часа, не 8 там, или не 10 часов она стоит, а 3 часа. И всё, вы занимаетесь своими делами, а у вас происходит волшебство. Которое потом даст вам плоды. И вы скажете, ммм, интересная идея. Понятно, что это не быстрый ужин там за 15 секунд. Хотя я уже не раз говорил, знаете, блогеры там привирают немножко по этому поводу. Мол, типа, пишут обед за 15 минут, а в итоге там всё у вас готовится полтора часа в духовке. А подготовка лишь занимает 15 минут. У меня всё честно. 3 часа, кайф. И мяско у нас по всем ароматам, исходящим из духовки, по всем шумам, намекает нам на то, что оно готово. Ароматы ванили горячие какой, а? Ну что, поубавилось у нас тут мясо-то. Поуселось оно. Так, верхний кусочек у нас такой. Растань. О, а он такой разваливается весь. А остальные, что у нас тут? Ой, сколько жижки, смотрите. Видите, сок. Никакой жидкости не лил. Сколько мяса дало сока. В собственном соку оно протушилось, протомилось. Лук весь в кашу превратился. Он создавал пленку некую такую овощную, которая не пускала влагу. Еще фольга, еще печь, неспешное нагревание. И у нас, конечно, получилось... Давай, я мечтал о том, чтобы вниз выложить лук. От четырех луковиц тут осталось так. Сгулькин нос. Хотел сказать другое слово. Ой, как это вообще выглядит. Просто потрясающе. Это выглядит потрясающе. Так, а давайте вот так вот сделаем. Видите? Без всякого труда мясо разваливается. Оно нежнятина. Растушенное в собственном соку. Специи немного, поэтому мы не убили вкус говядины. И вот эту тушеночку нужно очень аккуратно, чтобы ничего не развалилось. Я вот с такими жилками, с холодцом люблю. Выкладываем сюда. Сюда выкладываем. Гарнир можно любой, господа. Любой гарнир вообще. Значит, для русского человека роднее всего картофан. Поэтому добавляем там картошку. Ну, в этом случае я бы рекомендовал отварную картошку. Прям в мундирах. Знаете, как будет круто? Картошку в мундирах отварили. Моя мама делает так. Воду сливает все. Кастрюлю полотенцем накрывает и крышкой. И немножко жару дает. Вода там, остатки воды испаряются внутри, впитываются в полотенце. И картошка подсыхает. Картошка подсыхает. И если она у вас крахмально, она прям лопается. Достаете картофелину, кладете на тарелку. Вилкой ее немножко раскрываете. И выкладываете кусок мяса. И потом вот этот сок с луком поливаете. И так подаете. А, ну вот, лучок еще зеленый покрошить. Вот это будет по-настоящему русская еда. Тушеное мясо. Тушеная голяшка. Это просто произведение искусства, на мой взгляд. Я не всегда радуюсь. Ну, знаете, бывает такое блюдо. Сделал такое, думаешь, блин, можно было бы и лучше. А вот это блюдо, оно просто великолепное. Эх, аж слюна бежит. А-а-а. Оно же из духовки. Ну, ничего, не обжегся. Вовремя успел. Ну, и немножко давайте оживим наше томленное мясо с помощью зеленого лучка. Тут немножечко, знаете, как для цветовой гаммы всегда симпатично получается. Говяжья голень, тушеная с луком и небольшим количеством красного вина получилась великолепно. Вы видели, как она вся прямо рассыпается. А во рту, что будет происходить, она будет таять. И не будет никаких таких грубых волокон, как, например, вот мякоти заднего бедра, которая у вас будет в зубах застревать. Галяшечка, она вся как холодец. Жилки одни сплошные. Вот, я, пожалуй, попробую. С вашего позволения попробую. Значит, я без гарнира предпочитаю. Так, начнем с жилки. Как мармелад. Это можно было бы назвать мясной мармелад. горячее, но вкусно. Прям тает во рту. Хотя розмарина можно было чуть-чуть меньше. Используйте свежий, пусть не будет. Что касается самого мяса, оно бесподобное. Ну, я же не зря люблю галяшку. Именно галяшку. Дорогие друзья, гарнир придумайте сами, пожалуйста. Как тушить. Великолепное мясо, которое у вас в холодильнике будет достаточно долго храниться. И вы можете отковыривать кусками, прогревать и давать ее сегодня с макаронами. Завтра с картофельным пюре. Послезавтра с отварным картофелем в бундире. Можете сделать овощи, гриль и добавить вот это тушеночки туда. Главное, сильно в кастрюле не мешайте, чтобы оно не разваливалось, а оставалось в кусках. Все. И на вашем столе, дай бог, всегда будет праздник. Приятного аппетита. Всего доброго. Пишите комменты, чего и как, зачем, почему. Пишите, как у вас дела. Вот, пока.